На этот раз столицу Алмазного края для проведения курсов «Арктическая добывающая промышленность» выбрали не случайно. Именно здесь магистранты и аспиранты со всего мира могут увидеть, как развивается промышленность в условиях Арктики. Ваш опыт нам очень интересен, как, допустим, компания «Аллороса», какие у компании есть программы по вовлечению, по участию местного населения, именно непосредственно в добыче полезных ископаемых. Флориан Штамлер – профессор университета Лапландии. В Якутии молодой ученый побывал более 20 раз, но в Мирном он впервые. Говорит, удивлен тем, как развивается промышленность в условиях Арктики. Когда задержка рейса была в Москве, видели, что довольно большая группа из Москвы летела в Мирный от мини-футбольного клуба компании «Аллороса», допустим. Это тоже такой же пример социальной ответственности компании. Мы это сравниваем с такой же социальной ответственностью компании, которая работает на территории Канады, на территории Финляндии, на территории Норвегии. И сравниваем, что можем учиться друг от друга. Штамлер – ученый Университета Арктики. Это международный проект, объединяющий в единую сеть университеты, колледжи, научно-исследовательские институты арктических регионов. Ежегодно совместно с аспирантами и магистрантами вузов-партнеров проводятся курсы по проблемам, которые существуют в арктических регионах. В этом году была выбрана тема «Добывающие промышленности». Учебная и образовательная программа, когда приезжают со всех стран арктического региона те, кто начинает заниматься научным исследованием, они обычно перемещаются из одной страны в другую страну и проводят, знакомятся лично теми опытами, которые существуют в разных странах, касающихся именно арктической территории. В рамках курсов участники мероприятия посетили производственные площадки «Алроса» и убедились, что в условиях Арктики промышленность есть и развивается с каждым годом. Помимо этого, молодые ученые встретились с главой муниципалитета. Участников курсов интересовали вопросы взаимодействия Мирненского района с акционерной компанией «Алроса», а также как влияет промышленность на развитие района.